Примеси крови в моче Все-таки дошел до уролога Пациенту первоначально была выполнена КТ-урография В феврале 2022 года были выявлены множественные образования мочевого пузыря С признаками инвазии в устье левого мочеточника Также в феврале 2022 года пациенту выполнена первичная трансрутуральная резекция мочевого пузыря По данным гистологического исследования уроталиально-карцинового мочевого пузыря low-grade При этом также из выписных справок сказать точное количество и размер опухоли не представляется возможным Однако со слов пациента на основании того, что им говорили коллеги Там в мочевом пузыре было порядка 10-12 опухолевых образований Соответственно, далее пациенту через 2 месяца выполняется МРТ органов малого таза И по МРТ определяется снова объемное образование мочевого пузыря С поражением устья левого мочеточника Пациента берут на повторную трансрутуральную резекцию мочевого пузыря И получают по результату гистологического исследования Папиллярную рентулярную карциному, также TA low-grade Коллеги решают провести индукционный курс БДЖ-терапии данному пациенту И она проводится в период с июня по июль 2022 года Далее выполняется снова магнитно-резонансная томография органов малого таза И определяются вновь множественные пристеночные образования мочевого пузыря Также с признаками поражения устья левого мочеточника По данным МРТ устья левого мочеточника обтурировано объемным образованием размерами до 22 мм И суммарное количество образования в мочевом пузыре на 6 Пациенту делают уже третью трансрутуральную резекцию с резекцией устья левого мочеточника И при этом из выписных справок известно, что в объем операции входила также трансрутуральная резекция нижней трети левого мочеточника И операцию закончили с тентированием левого мочеточника Соответственно, по результатам гистологического исследования получили популярную урталиальную карциному ТА-лоу-грейт Это материал из мочевого пузыря И в том материале, который был добыт при резекции устья Получили ТА-хай-грейт, также урталиальную карциному Соответственно, в декабре 2022 года пациент госпитализируется в нашу клинику И мы ему выполняем МРТ органов малого таза По результатам которых видим также достаточно множественное образование Мультифокальный рост в мочевом пузыре Образование до 14 мм Без признаков распространения в мышечный слой Также по МРТ определяется картина образования устья левого мочеточника С переходом на нижнюю треть левого мочеточника И размер опухоли определяется до 23 мм Ну и состояние после стентирования левого мочеточника На тот момент почка была дренирована стентом Соответственно, также мы пациенту делаем компьютерную томографию органов Грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства Данных за вторичные изменения не находим Данных за то, что поражены верхние мочевые пути А именно чаще лоханочные системы Также не находим Толщина паренхемы обеих почек сохранная Расширение полостных систем не определяется При этом выделительная функция почек с обеих сторон своевременная Также по компьютерной томографии Определялось расширение левого мочеточника в югстоведикальном отделе Мы пациенту выполняем трансуретральную резекцию мочевого пузыря При этом при цископии отмечаем, что образований 15 Они расположены по всем стенкам размерами примерно до 2,5-3 см Пациенту выполнена биполярная резекция всех образований То есть достаточно радикальный тур выполнен Далее произведена щипковая биопсия опухоли мочеточника Нижней трети мочеточника И при этом при уротероскопии определялась опухоль В интермуральном отделе левого мочеточника Размером около 2 см И продолжалась опухоль из интермурального отдела в нижнюю треть Соответственно, полостная из при уртеропилоскопии Полостная система левой почки без данных за опухолевый рост Ну и остальной участок мочеточник тоже без данных за опухолевый рост Соответственно, мы получаем результат гистологического исследования В мочевом пузыре приходит популярная уртериальная карцинома ТА-Г2 А при материале при щипковой биопсии Папиллярная уртериальная карцинома также G2 Только уже, конечно, при щипковой биопсии Категорию Т мы не получаем Но при этом получаем степень дифференцировки Соответственно, диагноз формулируем следующим образом Уртериальной карцинома мочевого пузыря ТА-Н0М0 low grade Группы промежуточного риска При этом трансрутериального мочевого пузыря от 0,2-22 Рецидив Тур мочевого пузыря от 0,4-22 С индукционным последующим курсом БЦЖ-терапии Также рецидив Тур мочевого пузыря устья левого мочеточника Нижний третий левого мочеточника от 0,8-22 С последующим вновь рецидивом И уже наша трансрутериальная резекция от декабря 2022 года С установкой нефростомы и удалением стента И также уртериальная карцинома Нижний третий левого мочеточника Клинический Т1-Н0М0G2 Группа высокого риска Соответственно, да, я не сказал Но стент мы при нашем вмешательстве Сразу же удалили И пациенту поставили Выполнили через кожную нефростомию Соответственно, да Оцениваем по группам риска Калькулятор риска Европейская ассоциация урологов Получаем в мочевом пузыре Группу промежуточного риска Хотя, конечно, там С учетом множественного характера И рецидивирующей опухоли Тянет на высокий риск Но при этом это ТАЛОГРЕЙД Калькулятор рассчитал как Группа промежуточного риска Но думаю, что относиться К этому образованию нужно как к высокому И при оценке опухоли в мочеточнике Соответственно, мы имеем G2 степень дифференцировки Это как бы не в ту, не в иную группу Но при этом пациента нефростома Хотя фактического гидронефроза У пациента не было Потому что стентирован Мочеточник был по причине того Что ему в другом учреждении Стурили устья И сразу поставили стент А потом мы после удаления стенда Не дожидаясь гидронефроза Не дожидаясь почечной колики Сразу пациента поставили нефростому Но при этом размер опухоли Больше 2 см Поэтому один фактор высокого риска Точно есть И группа высокого риска Пациент стратифицирован Соответственно Какие варианты лечения У данного пациента были рассмотрены С учетом того, что у пациента Вруталиальный рак мочеточника Высокой группы риска Пациенту показана радикальная нефроутеректомия В принципе И именно этот метод лечения Является наиболее изученным Наиболее надежным Однако мы помним Что пациенту 28 лет На тот момент уже было 29 Но при этом Если заглядывать в рекомендации То видим, что Европейская ассоциация урологов На основе На основе По факту Одного крупного исследования Это систематический обзор 2016 года Эти рекомендации Говорят нам о том Что в принципе Пациенту При наличии Уротелиальной карциномы Нижней трети Мочеточника Мочеточника Может быть выполнена Дистальная уротеректомия Вот С лимфодисекцией Или без лимфодисекции Если смотреть В наши клинические рекомендации То тут Достаточно Однозначно Видим рекомендацию Что имеем полное право Выполнить дистальную уротеректомию Соответственно Мы Выполняем пациенту В марте 2023 года Лимфодисекцию Тазовую лимфодисекцию На стороне поражения Выполняем резекцию Нижней трети Левого мочеточника С сечением устья Мочеточника И накладываем Уротерроцистный анастомоз Соответственно В послеоперационном периоде Пациент получает Однократную инстилляцию Доксорубицина 50 мг По результатам Гистологического исследования Мы получаем Умеренно дифференцированную Папиллярную Уротелиальную карциному Т1 Н0 Г2 В краях резекции Окульных структур Не обнаружено При этом Лифатические узлы Их было 7 Удаленных Они без метастатического Поражения Соответственно Далее Пациент Наблюдался Первоначально Через месяц После операции Была выполнена Контрольная цископия И извлечен Стенд Левого мочеточника Который был установлен Энтероперационно Данных За внутрипузырный рецидив Через месяц Полученной не было Но при этом При выполнении контрольной цископии Через 3 месяца Выявлен внутрипузырный рецидив Это была Одиночная опухоль Размером до сантиметра При этом Во время Цископии Была выполнена Также контрольная Уротерапиелоскопия В общем Выявлена опухоль В мочевом пузыре И конечно Она была удалена И по результату Гистологического исследования Вновь опухоль ТА-лоугрейд Соответственно Мы принимаем решение О проведении Индукционного курса БТЖ терапии Проводим курс В августе-сентябре 23-го года И через месяц Сделаем контрольную Цископию Уротерапиелоскопию Соответственно Данных за Внутрипузырный рецидив Не получаем Не получаем данных За рост в мочеточнике В полостной системе почки И пациенту Проводим Первый поддерживающий курс ПТЖ терапии После него Вновь контрольное исследование В виде Уротерапиелоскопии Цископии А также Цитологического исследования Мочи Без данных за рецидив Проводим пациенту Второй поддерживающий курс И уже В этом месяце Буквально недавно Проводим контрольную Цископию Уротерапиелоскопию Вновь Третью контрольную И цитологическое Исследование Мочи И вновь Не получаем данных За рецидив Хотелось бы Вынести На обсуждение Два вопроса Первый вопрос Это Сколько Процедур Сколько поддерживающих Курсов В ПТЖ терапии Стоит провести Данному пациенту До трех лет Проводить Либо до года И режим наблюдения Тоже хотел бы обсудить Как долго данному пациенту Проводить Уротерапиелоскопию Контрольную Уротерапиелоскопию Или после наших Трех Уротерапиелоскопии Пациенту Можно уже Перейти на режим Например КТ-урографии Доказательств Достоверных Сильных Рекомендаций По наблюдению Нет Например Европейская Ассоциация Урологов Предлагает Через 3-6 месяцев После подобного Лечения Органсохраняющего Проводить Уротерапиелоскопию Через 3-6 месяцев А вот дальше Получается Можно не проводить Или все же проводить Поэтому В принципе Спасибо за внимание Левый речь Смотрите Вот по поводу Контрольных Исследований Ваш пациенту Честно сказать Удачей мало Отличается Потому что За год 4 раза Быть на операционном столе Я так понял Что ему Верхние мочевые Пути Только с 4-го раза Посмотрели В описные справки Которые были Предоставлены Там Выполнялась Пациенту Первоначальная КТ Урография По которой Не увидели Образование То есть Изначально Было КТ И они Не описаны Даже Вы просто Об этом Не говорили То есть У него Изначально Было КТ Выполнено С контрастом Да Не МРТ Даже При первичной Диагностике А КТ С контрастом С оценкой Верхних путей И Было Выявлено Образование В мочевом Пузыря Причем С признаками Прорастания В устье Но Чистые Мочевые Пузыри Чистые Мочевые Пути Верхние Вообще На сегодняшний день В стандарте Уртероскопия Контрольная Для такой Группы Пациентов Программы Никакой Не помню Чтобы это Было Выполнено Им Показано Контрольное МРТ Либо КТ Это Да И цитологические Исследования А вот В плане Уртероскопии Я думаю Что Разово Вполне Обоснованно Сделать С учетом Возраста Пациента И его В кавычках Удачи Хирургической А в дальнейшем Это конечно Цитологическое Исследование Мочи Если это будет Достаточно информации И КТ И МРТ Ну и цископии Потому что У него Это 100% Спасибо вам большое Спасибо 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 Спасибо